Всем привет! Я не ожидала такого отклика к своему предыдущему видео по теме, что поляки думают о русских и украинцах. Кстати, если вы не смотрели, ссылка в описании. И я очень рада всем новым подписчикам и таким многочисленным просмотрам. Я очень рада, что нашлись люди, которые поняли, что я имела в виду и которые поняли, что я хочу передать в этом видео. Конечно же, попались люди, которые поняли меня не так, либо искали между строчками вещей, которых я вообще не сказала, но тут не стоит обращать внимание. Предыдущее видео было не по самой лёгкой теме, а я в первую очередь хочу заряжать вас позитивом и хочу, чтобы вы радовались своей жизнью. Даже если время у вас не самое простое, поверьте, у меня также. Поэтому сегодня давайте поговорим, что поляки думают о поляках. Я читала комментарии под предыдущим видео, и там некоторые люди говорили о том, что мы, поляки, считаем себя гордыми и самыми лучшими в мире. Я даже когда-то сняла видео о русских стереотипах насчёт поляков, и я вам рассказала, которые стереотипы — это правда, а которые нет. Тема, мне кажется, интересная, и думаю, вам тоже будет интересно, что мы сами о себе думаем, потому что здесь всё, как всегда, неоднозначно. Начну немного с негатива, потому что, поверьте мне, что так, как и поляки ругают других поляков, господи. В смысле, я сталкивалась с этим, например, за границей, когда я ездила в другие страны, и я встречала польских туристов. Поверьте мне, что поляки просто такие гадости говорят про других поляков, что я даже не знаю, как это прокомментировать. Если, в общем, говорить об этих негативных мнениях, поляки считают, что другие поляки, не те, которые об этом говорят, конечно, приносят нам в других странах и вообще на международной арене, так сказать, позор, потому что нам кажется, что у нас ментальность Запада, а на самом деле мы ближе к Востоку. Как будто быть ближе к Востоку — это какой-то позор, я этого не понимаю, просто говорю, что слышала. Есть тоже такое мнение, что поляки уезжают в другие страны, потому что им хочется только бабок, а на самом деле настоящий поляк никогда не уехал бы из Польши. Конечно же, люди жалуются на то, что в Польше всё дорого. Конечно же, поляки жалуются на зарплаты, что вот, могли бы мне дать, я не знаю, тысячу злотых больше они дают, потому что им только бабок хочется и других людей использовать. Я читала на разных форумах также, что польские мужчины не самые, как это сказать, не самого лучшего внешнего вида, что там испанцы намного круче, итальянцы и так далее, что польские мужчины не ухаживают за собой, что поляки пьют, что поляки алькаши, но поляки тоже самые про русский говорят. Тогда в чём мы отличаемся от русских? Но моя самая любимая тема — это тема поляков в отпуске, там, в Турции, например, или в Греции, когда, знаете, покупают all-inclusive и идут в такой отпуск, и просто они ведут себя, как будто мы заплатили за всё, значит, нам всё-все должны, мы можем там не убирать после себя, мы можем пить, сколько нам хочется, и мы можем ругать иностранцев, конечно, как мы их не любим, и можем ругать, конечно, других поляков, потому что это наше хобби. Но прежде всего жаловаться, как всё за границей дорого, хотя сейчас я бы не сказала. Поэтому, как сами видите, есть в Польше много стереотипов насчёт русских, но поляки других поляков тоже ругают, и это нормально, и это можно услышать на повседневной основе, об этом можно прочитать на разных интернет-форумах. Даже я перед этим видео почитала немного, и я была в шоке от того, что там прочитала, ну ладно. Если вам кажется, что поляки считают себя самой лучшей нацией в мире, поверьте мне, что это далеко не так, потому что есть большая часть поляков, которые считают, что мы самые худшие нации в мире, что мы ничего миру не даём, что у нас уровень жизни ниже, чем в Западной Европе, например. Но, знаете, я не совсем согласна с этими всеми высказываниями, потому что, на самом деле, полякам есть чем гордиться. И нет, я не говорю этого, потому что я такая гордая полячка, и я не хочу дать фобиту свою нацию. Нет, это не так. У каждой нации есть что-то, чем можно гордиться. Хотя бы Николай Коперник. Вы знаете про него, да? Или есть у нас известные писатели, хотя бы Адам Ницкевич, Хенрик Щенкевич, Веслава Шимборская. У нас есть хорошее производство многих-многих-многих вещей. У нас и еда вкусная. В смысле, польскую кухню я не люблю, но польские продукты тут жаловаться не могу, потому что молочные, например, у нас очень хорошие. И если мне сравнивать с другими странами Европы, которые я до сих пор посетила, вот молочные в Польше для меня топчик. Я и очень горжусь польским спортом, например, потому что Польша не самая большая страна. Я бы даже сказала, что это маленькая страна. А можем гордиться хотя бы нашими волейболистами, которые дважды стали чемпионами мира. И в зимних видах спорта, кстати, я обожаю зимние виды спорта, и сейчас всю зиму я провожу субботу, воскресенье, чтобы их смотреть. Вот в зимних видах спорта поляки тоже очень достойно выступают и выигрывают медали на чемпионатах мира, Европы и на Олимпийских играх. А Роберт Ливандовский? Вы знаете, кто это такой? Ну, конечно же, один из самых известных футболистов в мире. Он тоже из Польши. Можем не гордиться поляками, которые работают, например, в Швеции или в Норвегии при разных стройках, потому что они очень хорошо выполняют эту работу. Насчет других стран не скажу. Знаю лично про Швецию и Норвегию. И шведы и норвежцы очень довольны работой поляков, именно их стройкой. Тут не моя тема, конечно, потому что я фильмы не смотрю, но я читала многие комментарии даже от вас, что вам нравится польское кино, что вам нравится польская музыка их 70-х или 80-х годов. Поэтому у нас в Польше есть много чего, чем мы могли бы по-настоящему гордиться. Но знаете, мне кажется, что это такая общая черта у всех людей, что мы в первую очередь обращаем внимание на негатив, вместо того, чтобы искать позитив и чтобы находить его даже в самых маленьких вещах. А поверьте мне, что если бы вы приехали в Польшу, и тут тоже я читала многие комментарии от людей, которые посетили мою страну, Мойра! Даже кошка со мной согласна. Если бы вы посетили мою страну, поверьте мне, что поляки всегда будут рады вам помочь. Поляки на самом деле доброжелательные люди. Просто мы немного замкнутые, что ли. То есть мы не доверяем людям с самого-самого начала. Нам понадобится немного времени, чтобы доверять людям. Но если уже получите это доверие, вот поляки будут вам очень хорошими друзьями. И это не так, что мы ненавидим все нации вокруг, это не так, что мы ненавидим русских. Но если быть искренне с другим человеком, и если показать своё сердце, поверьте мне, что поляки и представители другой любой нации будут к вам хорошо относиться. И я очень рада, что так много из вас хочет меня смотреть, и что я могу приблизить вам хоть немножко мою страну, потому что я очень не люблю всякие стереотипы, и мне очень не нравится вот самый большой стереотип, что поляки и русские — это враги. И я хочу вам сказать, что нет, не бойтесь поляков, не бойтесь приезжать в Польшу. Это не так, что я так сильно влюблена в свою нацию и в свою страну, что я не вижу минусов, потому что минусов вижу очень много. Мне кажется, что даже больше, чем плюсов. Но это не значит, что я хочу, извините, но насрать на свою страну на моём канале. Нет, наоборот, я хочу вам показать, что все эти стереотипы — они лишь стереотипы. А какая правда на самом деле? Тут нужно вам на своей коже почувствовать. И я понимаю, что есть люди, у которых не самый лучший опыт с поляками. Я это прекрасно понимаю, это нормально, и у меня нету вообще причин обижаться на таких людей. Но если есть среди вас люди, которые никогда не сталкивались с поляками лично и которые никогда не были в Польше, пожалуйста, не верьте стереотипам. А я буду очень рада всем своим зрителям, и я буду очень рада приветствовать вас на своём канале. Поэтому, если это видео вам понравилось, тогда ставьте лайки, подписывайтесь на мой канал, пишите комментарии, потому что мне очень интересно, что вы думаете по этой теме. И до скорой встречи! И следующая встреча будет в стране, которая сейчас является моим вторым домом. Кто знает, какая это страна? Ждите видео из этого места. Всего вам доброго! И спасибо большое за весь отклик и всю поддержку, которую я получаю от вас. И, конечно, за мотивацию вести этот канал. Пока! Пока!